Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Третьей. Влажно закончились регаты, надзия спорт. Вы брали в них уже так быстро, так быстро. Как вам пошло? Я взялау второе место на ласерже в группе C и получил сребный медаль. Гратулируем, но еще проверяем, когда ты плывешь в общем? От двух месяцев, так? От влесня. От влесня, да. Как это все стало, что вы пришли на занятия до центра жегларского? Ну, я как на почту смотрю, что в 1943 есть класа жегларская. И мама сказала, что там не да. И как-то так дала отразу. Подобают вам себя те занятия с жегларского? А как часто вы на них ходите? Ну, в день, за два дня, так. Не колидирует вам это с занятиями в школе? Не, не мешкоджа. А на каких классах głównie плываете? Как это есть? Как вас тут осваивают с жегларством? Ну, мы начинали от оптимиста, потом мы получили омеги, а сейчас мы ласер. И уже у вас есть первый медаль, мимо того, что, как говорите, плываете только два месяца. Старте еще сегодня по поутнию? Не, не знаю. Сегодня мы еще только тренинг. С сезону могут быть задоволены также Гресик, Гресик и Петр, добрые знания стоят видом магазина на фали. Они практически целые вакации спешили на пристани. Эфекты их прации было видно на последних регатах «Надзия спорт», на которых заняли первое место. Как вам минал этот сезон? Ну, идти нам гораздо лучше, гораздо лучше. Первое место, ну, были упадки, но не знаю, что будет лучше в прошлом сезоне. Так на правду, что, опрочу того, что вы имеете первое место, то еще часто удалите себя как помощники и люди, которые хотят приглашать детей в то, чтобы начали интересовать себя жегларством. Так, потому что люди должны быть жегларством очень много и нужно приказывать то, что уже нужно было им. Первое место, то есть дума, а может мотывация? На pewno дума, на pewno мотывация до тяжелой работы, до подготовки на следующий сезон, до тяжелой работы в зиме, потому что в зиме тоже работаем, бегаем, ходим на силовую. Сезону с удовольствием были также тренеры центром. Для них это был, прежде всего, очень интересный час. Сезону с удовольствием были много, от медали на уровне мистерства в катастрофе молодежи и молодежи. Сезону с удовольствием, также успехи на нашем рынке воеводском, много регат, которые тренировали меня как консультации школьные, дети заливили и относили успехи, с чего я считаю, что даже и ваша телевизия неоднократно это удокументировала. И это такое, что будет на прошлое, что если мы будем тримать то, что темпо работы и родители, и мы, инструкторы, а прежде всего заводники, то эта группа центром жегларского в различных классах приспорит нам еще много радости в будущем. Моги себя о том, что центром жегларский цесит себя гораздо больше интересованием, гораздо больше родителей записывает здесь свои дети, дети хатно ходят на занятия, а я хотел бы запитать, потому что так на правде безпосредний объем того, чтобы выкшелить это детство и научить его жегларство, ткви на тренерах. Вы радите себе сейчас с той количеством детей, которая есть записована? Как творите группу? Прежде всего творим группу в опартии о совплату со школами. Это основа сейчас и источния этих групп и творения личных групп. Виатом, что из личных групп творится всегда группа людей, и это люди таких, которые и родители, и заводники, потому что это спряжение может сделать, люди ambитных, которые потратят в некоторых вещах себя вырежать, а одновременно потратят в систематичную работу, от которой в основе начинается на начале этой карьеры спортовой. И в жегларстве доходи еще один элемент. В моменте, когда детство приходит из школы до жегларства регатого, и также в школе, сдержит себя с тем сильным вятрем, над которым мы не можем встанить, и тут часто дети реагируют. И, ну, лично только на поддержку родителей, которые будут поводить, что эти дети будут поддерживать в жегларстве, которые будут поддерживать в жегларстве, я это называю барьера дзвенку, потому что по преломанию этой барьеры идти уже до przodu. До подсумования сезону готовится również Заходнепоморский Округой Звязок Жегларский, а этот мощно подкрощит то, как истотную роль отгрыва Центром Жегларске в школе на младших. Это был очень хороший сезон для жегларства, первый сезон олимпийский. Двух наших олимпийских, Агнешка Скрипулец и Каспер Жегларский, поехали на олимпиаду. Могли достать лучшее место, но 12 и 18, но не зло, как на дебют. И нам надея, что на следующей олимпиаде будут те вынеки лучшее. По-друге, Заходнепоморский Округой Звязок Жегларский зажал четвертое место в среду всех клубов в краю, а наиболее выпадать Сейк Погонь, в классе Лассер. Мы много мистеров Польши, много мистеров Олимпиады и мистеров Европы. Это очень интересует и я надеюсь, что программ Лассер будет развиваться. Но Центром Жегларске очень хорошо развивается в этих классах, как в оптимистах, как в кадетах. И это меня интересует, потому что очень много молодежи старает в двух дисциплинах. Мам надея, что этот сезон тоже свидетельствует о наших очень хороших позициях в закресе между именами организованных торсхи, потому что Дар Штекина взял первое место, также Фридерик Шопен под нашим бандером, также первое место, также очень хорошо, очень близкий Мистерсу Дар Мудзежи. Это свидетельствует о том, что мы знаменитых капитанов и знаменитые заходи. Я думаю, что эта приста, на которой мы здесь сегодня сегодня, тоже свидетельствует о развитии для этих младших, потому что если они заходят бакцила от самого начала, то потом уже жегларства не уйдут, колоквialно говоря. Важно вспомнить, что закончение сезону не означает существенной stagnации на пристани. Прежде всего, часть Лодзи уже стала вытянуть из воды. През зиму ученики будут ее ремонтировать и консервировать. Поехали, пока мы можем, особенно если молодые жеглари, которые начинают. По тому, чтобы мы зимой везли, о чем мы говорим, по тому, чтобы молодые жеглари хотели этой лодзи, то они должны узнать проблемы или трудности, хотя бы с знаменитым спрэнтом, проблемы с установлением на этих лодках, с опанованием этой лодзи. И тогда зимой с ними прерабляемы программы теоретические, а понадто працюемы при консервации лодзи. И, конечно, те лодзи с гораздо лучше из творжев сztучных, поэтому они даже такой работы не вымагают. Тем не менее, всегда найдет себя что-то сделать, всегда найдет себя что-то улучшения, удосконаления. И молодежь, ну, младезь, ну, мастерфакция, что выполняет это своими руками. На пристани действует много, но в ближших 11 месяц будет часом вытяженной работы для целого жегларского. В конце уже в севернии Велкие Светы, то есть финал Регат Де Торшипс Рейс в нашем месте. И уже сегодня, что Шczeцин будет в 4 части, а центр жегларский будет одним из главных пунктов миста в этом часе. Прежде всего трвала целый час розбудовая от 2009 года. През нами, или за нами, новая часть марин, которая помещает уже в прошлом году понад 100 жахтов. Здесь уже практически готова, за два недели должна быть уже на укошенном месте столевка, которая тоже будет нам служить подсчетом разных импрез. Загосподаримы целый терен. В этом году, думаю, что мы еще должны быть еще разстрыгнутым претарг на дальше часть розбудового центра чегларского, так, чтобы в прошлом году уже урхомить хотя бы схрониско молодежное. Ну и мы будем на pewno odpowiedzialны за, как в этом году, приготовление целой репрезентации Шczecина, за вычертерование жагловцев. А уже wiem, что та репрезентация przyszлорочная, то будет гораздо, гораздо, гораздо больше, чем та, которая пленела на единостках в этом году. Шczecin, в оказе Регат Де Торшипс Рейс, zmенись в жегларской столице света от 3 до 6 сентя 2013 года. Регат Де Торшипс Рейс з нечерпливостью ждем на следующий сезон. Регат Де Торшипс Рейс Регат Де Торшипс Рейс Регат Де Торшипс Рейс Регат Де Торшипс Рейс Продолжение следует...